Писательские четверги в Манеже Звенигородского музея-заповедника уже стали привычными для жителей города. Встречи с литераторами проходят 2-3 раза в месяц. Они рассказывают о себе, о своих книгах, а читатели в непринужденной обстановке могут задать любой вопрос. В начале этого года у Звенигородского музея-заповедника открылась новая площадка, Звенигородский Манеж, в которой мы сейчас находимся. И практически в начале деятельности я предложила директору Елене Юрьевне Кожевниковой такой формат, когда не просто в магазине книжном сувенирном продаются книги, а когда мы приглашаем писателей. То есть книга оживает, ее автор распаковывает ее содержание, то есть книга становится живой. В этот день на встречу с читателями пришла Яна Вагнер. По ее Вангозеру снят сериал «Эпидемия». По словам автора, тема «Конца света» интересна всегда. Это какая-то она, знаете, вечная, мне кажется. Человечество все время ждет конца, все время надеется, что он не произойдет, и все время пытается придумать, как оно будет себя вести, если все-таки он случится. Поэтому тема вечная. Вангозера «Книга об эпидемии». По словам писательницы, ее создание началось с семейного обсуждения на тему «А что если?». Шел 2009 год, бушевал птичий гриб, и автор с домочадцами фантазировала, как серьезная эпидемия могла бы развиваться не в голливудском фильме, а в привычной действительности. Потом была первая глава вложена в сети, неожиданный читательский интерес, вторая глава. Книга была закончена за 9 месяцев. А еще через три года у Яны Вагнер купили права на экранизацию. Ну, писатели редко, прямо такие, знаете, фанаты своих экранизаций, у нас всегда есть к чему придраться. Но я стараюсь смотреть на вещи позитивно, эпидемия получилась громкая, яркая, успешная. И такие экранизации книжки всегда только на пользу. Как рассказывает Яна Вагнер, очередной всплеск интереса к книге случился на фоне ковида. Но говорить о книге со СМИ, когда за окном развивалась настоящая эпидемия, автору показалось неуместным. Писательница признается, текст, принесший ей популярность, сегодня она уже не любит. С гораздо большим энтузиазмом она готова рассказывать о своем детективе, кто не спрятался. Роман Попов, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова.